Условный оператор Возьми десяток, но он возвращается с десятью батонами. Наша программа такие же прямолинейные, как этот парень, поэтому писать нужно очень аккуратно. Посмотрим сразу на примере. Возьмем задачку с прошлого занятия посчитать число по модулю, только не используя функцию abs. Для этого нам понадобится переменная, считать переменную и условный оператор. If, по-английски если. Если a больше нуля. В фигурной скобке. В фигурной скобке будут выполняться те операции, которые должны выполниться только если условие верно. Если a больше нуля. Напечатать a. Иначе else по-английски. Опять же фигурные скобки. Что нужно сделать в этом случае? Напечатать минус a. Cal минус a. Запустим. Положительное число. Работает. Отрицательное число. Тоже работает. Эту программу можно переписать по-другому. С помощью двух if, не используя иначе. Например, если a больше нуля, то выводим a. Если a меньше нуля, выводим минус a. Проверим. Для положительных чисел работает. Для отрицательных чисел работает. А для нуля не работает. Наша программа не вывела ничего. Если мы сдадим ее в тестирующую систему, получим presentation error. Это говорит нам о том, что нужно не забывать случаи. Ну и вообще говоря, удобнее использовать если иначе, тогда мы точно ничего не забудем. Посмотрим, какие условия могут быть в IFI. Это называется логическое выражение. Обычно оно представимо в виде арифметическое выражение, знак сравнения и еще одно арифметическое выражение. Сравнения бывают довольно простые и понятные. Больше, меньше, больше либо равно и меньше либо равно, так как они нарисованы на слайде. Особенно сложно запомнить сравнение на равенство. Это два значка равно и неравно, восклицательный знак равно. Сравнение на равенство я вам сейчас покажу небольшой фокус. Итак, вводятся две переменные. Нужно сказать yes, если они равны между собой, и no, если равны. Как мы это напишем? Если а равно b, вывести слово yes. Это строка, поэтому в кавычках. Иначе вывести слово no. Запускаем, проверяем. Yes. Запускаем, проверяем. No. Теперь стандартная ошибка, которая возникает у всех, каждого и по много раз в жизни. Посмотрим, что произойдет, если перепутать и вместо равно-равно написать равно. Проверим. Программа компилируется и запускается. Но если мы введем разные числа, получим совершенно не то, чего мы ожидали. Такую ошибку очень сложно найти. Что происходит, на самом деле я не буду рассказывать, потому что это страшные вещи. Поэтому просто внимательно следите за этим. Один небольшой совет, который работает не во всех ситуациях, но иногда. Допустим, нам нужно сравнить числа не а и b, а а умноженное на 2 и b. Тогда арифметическое выражение нужно писать слева, а переменную справа. Там присваивание точно не произойдет. Вот смотрите, написали а умножить на 2, забыли одно равенство, и вот оно уже подчеркивает красным. И не собирается. Такой небольшой хак позволит избежать этой страшной ошибки, которую очень тяжело искать. Посмотрим еще одну задачу. Пусть у нас есть прибор, который умеет снимать животное и говорить, сколько у него ножек и сколько у него глазок. При этом нам нужно научиться различать 4 типа животных. Пауков, у которых 8 глазок и 8 ножек. Морского гребешка, у которого совсем нет ножек, но очень много глазок. Посмотрите в картинках, как это выглядит. Очень удивительно. Кошка, у которой 4 ноги, 2 глаза и 1 длинный хвост. Хвосты мы не будем считать. И жучка. У него тоже 2 глаза, но лапок 6. В принципе, всех можно различить. Давайте научимся это делать с помощью программы. Нам скажут 2 числа. Количество глаз и количество ног. Заведем под них переменные. Называть их нужно осмысленно, чтобы не перепутать. Eyes и legs. Глаза и ноги по-английски. Считаем. И подумаем, как же нам написать эту программу. В первую очередь можно различать животных, например, по количеству ног. Если ног 2, то это никто. У нас нет двуноги животных. Итак, если у нас ног 4, то это либо... Это только кошка. Давайте попробуем сформулировать это нормально. Давайте попробуем с глазами. Если глаз больше, чем 8, больше либо равно, чем 8, то это либо паук, либо морской гребешок. Запишем. Если глаз больше либо равно 8, что делать в этом случае? Нужно научиться их различать между собой по количеству ног. Внутри блока программы, внутри этих фигурных скобочек, мы пишем еще один if уже по количеству ног. Если ног ровно 8, то это паук. Выводим паук. Спайдер по-английски. Как спайдер-мен. Иначе, если ног не 8, ну не важно, сколько ног, 0 там, главное, что не 8, это морской гребешок, скеллоп по-английски. Отлично. Случай, когда глаз 8 или больше, мы рассмотрели. Смотрите, у нас внутри блока if, инструкция, которая выполняется только если условие верно, есть еще один if. Это нормально. То есть, мы попали сюда, если у нас глаз было больше либо равно 8, начинает выполняться все, что я выделил между фигурными скобками. Идет сравнение количества ног с 8, и если условие выполнилось, то мы пишем, что это паук. Иначе пишем, что это морской гребешок. Рассмотрим ситуацию, когда глаз не 8. На самом деле их 2, но не важно. Все, что не 8 и не больше, чем 8, относится у нас к двум типам животных. Либо к кошке, либо к жучку. Сравним их опять же по ногам. Если ног ровно 4, то это кошка. Кэт. А иначе... Это жук. Бак. Про баг есть интересная история. Словом, баг называют ошибку в программе. Ну, у вас они тоже будут, наверняка уже были, и их будет еще много. Такое название произошло от того, что раньше компьютеры были большие, в них заползали жучки и замыкали с собой контакты. От этого программы даже правильно написаны, работали неправильно. Слава богу, сейчас такого уже нету, но баги остались. Запустим нашу программу. Сначала у нас вводятся глаза, затем ноги. Итак, 2 глаза, 4 ноги. Кошка. 2 глаза, 6 ножек. Жук. 8 глаз, 8 ножек. Паук. И 100 глаз, и совсем нет ножек. Это морской гребешок. Рассмотрим еще одну подобную задачу. Пусть с помощью того же прибора мы хотим научиться определять пауков, которых мы очень боимся. Камера сняла какое-то животное, и если это оказалось паук, то включается сирена, и мы прячемся на кровати. Это можно сделать, опять же, с помощью двух вложенных ифов. Сначала проверить количество ног, потом проверить количество глаз. Но мы воспользуемся более классной штукой, которая позволит нам обойтись одним ифом. Наша программа по-прежнему считывает количество глаз и ног. И мы пишем, если количество глаз равно 8, две закорючки, они называются амперсанты, количество ног равно 8. Что это означает? Это и, логическая связка. Количество глаз равно 8, и количество ног равно 8. Тогда мы будем писать, если это оказался паук, а-а-а-а-а-а, а-а-а-а, и бояться. Допустим, пришла кошка, у нее 2 глаза, 4 ноги. Наша программа молчит. Тут приходит злой паук, у него 8 глаз и 8 ножек, и программа пугается. Логических операций существует три типа. Это и, два амперсанта, или, две вертикальные черточки, и не, восклицательный знак. Не ставится перед логическим выражением, чтобы получить обратно ему. Слева и справа от логических связок должны стоять логические выражения. Так же, как и в арифметических выражениях, там есть порядок действий. Сначала выполняются все и, затем все или и в конце не. Влиять на порядок действий можно с помощью скобочек. Если вы не уверены, поставьте на всякий случай, хуже не будет. Посмотрим еще один пример. В России, как вы знаете, есть новый новый год и старый новый год, которые отличаются между собой на 13 дней. Это связано с различием в юлианском и грегорианском календарях. Давайте научимся определять, является ли год високосным по старому стилю. Тогда високосным являлся каждый четвертый год. Заведем переменную для номера года. Считаем номер года. И проверим, делится ли номер года на 4. Как мы это сделаем? Если остаток отделения на 4 номера года равен 0, тогда печатаем, что год високосный. 366 дней. Иначе год обычный. 365 дней. Запустим, проверим. Итак, ну, например, 2015 год. В нем 365 дней по старому стилю. А 2016 год високосный. Теперь научимся решать более сложную задачу. Определять високосные года по новому стилю. Там правило намного сложнее. Во-первых, високосным считается год, номер которого делится на 4. Кроме случаев, когда номер года делится на 100. Как это написать? Если год делится на 4 и год не делится на 100. То есть остаток отделения на 100 не равен 0. На самом деле есть еще одно правило. Если номер года делится на 400, то он тоже високосный. Может быть, вы достали 2000 год, вот он был високосным. Как видите, у нас получилось очень длинное выражение, оно не влезает на экран. Поэтому тут же мы научимся еще одной вещи. Создавать переменные логического типа, которые позволят нам разбить длинное выражение на небольшие куски. Тип таких переменных называется bool. Можно себе представить, что это такая маленькая-маленькая коробочка, которая умеет хранить всего два возможных значения. Истинный или ложь. Давайте как-нибудь назовем переменную. Переменную делится ли она на 400. Даем ей название. И записываем значение. Год. Остаток отделения на 400. Равно-равно 0. Эта переменная будет принимать значение истины, если номер года делится на 400. И ложь в противном случае. Тогда все наше выражение можно записать как год делится на 4 равно 0. Остаток отделения. Остаток отделения на 100 не равен 0. Или год делится на 400. Выражение получилось очень длинным. Можно сделать вот так, чтобы оно влезало. То есть просто сделать перевод строки. По-прежнему у нас все будет работать. Проверим. 2015 год. По-прежнему невисокосный. Это хорошо. 2016 год. Он делится на 4. Високосный. Теперь сложный случай. 1900 год. Он делился на 100, поэтому не был високосным. Правильно. И еще один особенный случай. 2000 год, который делился на 400. Високосный. Еще раз хочу обратить ваше внимание на вот эту запись. Здесь мы видим наглядно приоритет логических операций. Сначала выполнится и, потом или. Если вы боитесь, что вы это не запомнили, все-таки с плюсом, минусом, множностью разделить вы работали гораздо больше, то можно поставить скобочки. Мы вас за это ругать не будем. Посмотрим еще один тип задач, когда нам нужно выбрать из нескольких вариантов или из всего остального. Зача такая. Пусть нам звонит какой-нибудь друг. Числом 1 мы там обозначим друга Ваню, который зовет играть нас в футбол. Если он нам позвонил, мы идем играть в футбол. Числом 2 обозначим друга Сашу, который зовет нас вместе учить C++. Если позвонил этот друг, то мы с ним идем вместе. А если позвонил какой-нибудь другой друг, то мы никуда не идем и сидим дома смотрим сериал. Заведем переменную, которая будет обозначать, кто нам позвонил. Сочетаем ее. Все как обычно. Если позвонил наш друг номер 1. Говорим. Футбол. Иначе, если позвонил друг номер 2. C++. Больше восклицательных знаков, больше радости, чем от футбола. Ну и наконец, else. Позвонил кто-то нам не друг. Мы печатаем, что мы смотрим сериал, сидим дома, закутывая теплый плед и грустим. Эту задачу можно решить и другим способом. Не используя такой конструкции, как иначе если. Например, что мы можем сделать? Уберем этот иф и будем надеяться, что все будет хорошо. Давайте сразу проверим неправильную программу. Она будет неправильной. Нам звонит друг номер 1. А, напечатал, что мы будем одновременно играть в футбол и смотреть сериал. Разберемся, почему так. Выполнился этот иф. Позвонил друг номер 1. Мы напечатали слово футбол. Затем мы проверяем, позвонил ли нам друг номер 2. Нет. Мы говорим, что мы смотрим сериал. В этом ошибка. Чтобы исправить это, нужно написать, что если нам позвонил не друг номер 1, и не друг номер 2. Тогда мы смотрим сериал. Пока 2 еще можно написать. Если бы у нас было 100 друзей, то мы бы замучились перечислять не друг номер 1, не друг номер 2, не друг номер 100. Писали бы программу до вечера. Поэтому мы пользуемся нашей хитрой конструкцией начи-если. Что происходит? Если позвонил друг номер 1, мы печатаем и не идем в этот tells вообще. Сразу заканчиваем работу программы. Если не друг номер 1, что происходит? Мы идем по ветве иначе и проверяем следующее условие. Если позвонил друг номер 2. И тоже выводим C++, если это было действительно он. Иначе будет выполняться только если позвонил не друг номер 1, мы пошли по ветве иначе. И не друг номер 2, мы опять пошли по ветве иначе. Тогда смотрим сериал. Сегодня у нас есть непостоянная рубрика «Вредные советы». Первый вредный совет. Арифметическое выражение можно рассматривать как логическое. Если результат вычисления равен нулю, то это ложь. В любом другом случае это истина. Посмотрим на примере задачи про високосный год по старому стилю. Заведем переменную для года, сочетаем ее и напишем следующее странное выражение. Если год остаток отделения на 4. И все. Когда оно будет истинным? В случае, если это арифметическое выражение не равно нулю. То есть это любой невисокосный год. Печатаем количество дней в нем. Иначе год был високосным. Запустим нашу программу и проверим. 2015 год невисокосный, а 2016 високосный. То есть эта штука работает. Увлекаться ее использованием не стоит. Читать очень сложно и допустить ошибку наоборот легко. Следующий вредный совет ровно обратный. Результат вычисления логического выражения можно считать результатом вычисления арифметического. Если логическое выражение было истинным, то это единица. Если ложью, то это ноль. Посмотрим на таком примере. Вывести единицу, если число четное и ноль в противном случае. Сочетаем число и напечатаем. Здесь нужно окружить скобочками обязательно. Порядок действий. Запускаем. Вводим четное число. Десять. Вот она наша единица. И вводим нечетное число. Ноль. Что происходит здесь? Мы считаем остаток отделения а на два и сравниваем его с нулем. Если это выражение истинно, печатается единица. Если ложь, печатается ноль. На этом на сегодня все. Вас ждут практические задачи. В этот раз они более программистные, чем математические. А на следующем занятии мы будем изучать циклы. То есть, как повторять одни и те же действия много раз. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok